Большое спасибо. Мне очень приятно и почетно принимать участие в этом мероприятии. Наш центр, расположенный в городе Хьюстоне, имеет штат, в котором числятся около 1000 хирургов. Мы занимаемся исключительно лечением онкологических заболеваний. В прошлом году вы посещали нашу клинику, и, разумеется, у вас совершенно постоянное приглашение посещать наш центр. Вы можете приехать к нам в Хьюстон в любое время, посетить наши операционные, ознакомиться с нашими методами работы, нашими методами лечения. И сегодня я хотел бы поговорить о такой методике, как реконструкция грудных желез методом ДИП-Лоскота. И этот метод позволяет значительно снизить количество осложнений, количество случаев осложнений среди пациентов. Я бы хотел продемонстрировать вам несколько техник, которые вы можете впоследствии внедрить в своих организациях, в своих клиниках. И познакомить вас с результатами, с нашими наработками за последние несколько месяцев. Некоторые из моментов, которые я собираюсь осветить в своей презентации, вам уже знакомы. И некоторые моменты будут повторяться, потому что они совпадают с презентациями, которые только что были представлены вашему вниманию. Я не получаю финансирования от каких-либо коммерческих компаний. В нашем центре мы производим около 450 операций с использованием ДИП-Лоскота ежегодно. Мы проводим диагностические обследования 3000 пациентов в год. И количество повторных операций, процент повторных операций составляет 4,6. Потери Лоскота всего лишь 0,9%. В 2015 году мы внедрили новый усовершенствованный протокол, предполагающий восстановительные мероприятия в течение одного дня после операционного вмешательства. И в настоящий момент вторым Лоскотом выбора у нас является Лоскот ПАП. Мы внедрили в свою практику такой концепт, как концепт высокой надежности. Этот концепт имеет происхождение самое деловое. Он впервые употреблялся в бизнес-практике. И, разумеется, здесь необходимо учитывать то обстоятельство, что система здравоохранения – это система высокой сложности. и эта система, при обеспечении работы которых фокус нашего внимания, нацелен на то, чтобы избежать ошибок. И данный концепт успешно применяется в сфере реконструкции грудной железы, в центре Андерсона существует специализированная бригада, которая обеспечивает операционную поддержку и сестринскую поддержку. В предоперационный период мы зачастую проводим КТ-ангиографию. Мы всеми силами, насколько это возможно, избегаем облучения пересаженного лоскута. Мы делаем все возможное для того, чтобы избежать применения наркотических препаратов, назначения наркотических препаратов пациенту в послеоперационный период. До операции мы идентифицируем тех пациентов, которые имеют наркотическую зависимость. На графике красным обозначены те наркотические препараты, которые принимают пациентов самостоятельно, а серым цветом обозначены те препараты, которые мы им назначаем. Мы стремимся к тому, чтобы ограничить количество медицинских наркотических веществ в нашей клинике. Во время проведения мехохирургических вмешательств мы стремимся организовать работу так, чтобы у медсестринского персонала не происходило пересменок в период вмешательства. Интероперативно все пациенты получают анестезию длительного действия. Обычно это экспирол, экспорол или маркэйн, срок действия которого составляет 12-16 часов. Предоперационно мы назначаем пациенту антибиотики, проводим внутривенную терапию с жидкостями, достигаем эволюмии. Все жидкости вводятся при комнатной температуре, при температуре тела, простите. В день хирургии пациенту проводится анаглитическая поддержка, терапия антибиотиками, антиеметиками. Мы проводим постоянный мониторинг лоскута на протяжении первых 48 часов после операции. Для многих пациентов приблизительно 25% пациентов при облучении у них развивается лимфедема, лимфатический отек. У некоторых пациентов при пересадке лимфатических услов развивается лимфатический отек конечностей. Мы проводим пациентам инъекцию за сульфановым синим в концентрации 1%. Если вы будете производить трансплантацию, если вы будете производить пересадку лимфатическим узлов, ни в коем случае не затрагивайте лимфатических узлов, которые обеспечивают лимфаток конечностей в конечностях. Итак, вот таким образом я предлагаю планировать и выкраивать лоскут ДИП. Итак, здесь, соответственно, вот треугольные формы, этот лоскут, используется в разных проекциях, как вы видите. Мы используем, скажем так сказать, вот такой разворот на 6 часов. Таким образом мы значительно лучше проецируем нижний квадрант этого лоскута и в случае реконструкции. Таким образом мы также выполняем выкраивание этого лоскута. Вот уже говорилось о том раньше, как вообще, вот говорилось о субмамарной складке, да, каким образом ее сохранить и правильно выполнить. Необходимо перенести кожу, соответственно, на... И вот в случае мастектомии довольно-таки трудно контролировать и надежно этот лоскут и кожный. Но это... Но вот сосок, сохраняющий операции, это вполне возможно. Посмотрите, пожалуйста, мы используем латеральный разрез, но при доступе от подмамарной складки это по-другому происходит. Проводится мониторинг при помощи доплера и, соответственно, вот это... И мы получаем очень хорошие, как вы видите, вот внизу блестящие результаты получаются реконструкции. Ключом для того, чтобы не потерять лоскут, и, как вы, это вовремя и правильно выявить развивающееся ослаждение. Необходима команда, конечно, которая мультидисциплинарная, которая всегда может быть приглашена в операционную комнату. У нас учебный центр, как вы понимаете, поэтому наша задача, конечно, менее чем за 90 минут, соответственно, пригласить уже специалистов, которые могут восстановить случаи потери лоскута, кровоснабжения и так далее. В нашей клинике, как я уже говорил, естественно, у нас операционная, это приоритетное помещение, как вы понимаете. И... У нас есть, соответственно, протокол забора лоскутов, стандартизованный. Вы видите, соответственно, проводится исследование сосудов. Затем у нас имеется альтерплаза 2 миллиграмма. Затем иногда, если у вас не получается что-то, и у вас происходит ненудача, таким образом вы будете в операционной тратить время, если вы адекватно не подготовите лоскут до вмешательства. Итак, послеоперационный первый день после операции, антиеметики, метоколопарамид, андосентрон и так далее. Вы видели нас, лады. Обычно выписываем из больницы на третий послеоперационный день наших пациентов. И в нашей клинике Андерсон у нас есть также протокол использования неоперационных диавантной терапии. В большинство пациентов мы ее проводим. У большинства химиотерапия до операции выполняют. Потом мастектомия выполняется. Если мы не знаем относительно лучевой терапии, мы устанавливаем экспандер на 6 месяцев, и тогда выполняем реконструкцию аутологичными тканями. И вот это вот протокол. Конечно же, есть проблемы, возможные у диабетиков с проблемами ожирения, а также у курильщиков. Чего мы не делаем. Это реконструкция свободным лоскутом. Мы не делаем. Почему? Потому что недопустимая частота возможных послеоперационных некрозов. И, конечно же, необходимо, соответственно, ДИП, лоскут, мультицентровые исследования показали, что приемлема частота получения эстетических результатов даже при облучении лоскута. Однако вот это исследование, которое я здесь представляю, это в университете Минейтоба, Канаде, оно было проведено, и МРТ получали, но вы можете избежать, соответственно, облучения минимальную лучевую терапию применительно к лоскутам. Наши протоколы лучевой терапии, они, соответственно, говорят о том, что необходимо все время взвешивать эстетические и другие все результаты. Итак, какие же у нас существуют достижения в области оказания лучевой терапии. Необходимо проконсультировать пациента, чтобы у нее были реалистичные представления относительно асимметричности желез возможных. Кроме того, необходимо иметь хороший контакт и быть в постоянном контакте с онкологами, которые проводят лучевую терапию, потому что таким образом можно сократить проблемы. и премостоктомия, реконструкция при помощи ДИПа. Все чаще и чаще мы пользуемся вот этим протоколом. Это при облучении, а затем неодевантная гемотерапия, потом облучение, 21 день, а потом выполнение, соответственно, хирургического вмешательства. Итак, если мы знаем, что у пациентка получит лучевую терапию, мы будем до мастектомии проводить облучение в нашей клинике, а потом три недели после лучевой терапии на 21 день мы их берем в операционную, выполняем мастектомию и одномоментную реконструкцию при помощи ДИП-лоскута. Таким образом, соответственно, значительно сокращает все последствия возможны после проведения лучевой терапии. Таким образом, вот это через три недели после лучевой терапии фактически еще фиброз не образовался и кожные ткани, они очень гибкие, мягкие, эластичные, как будто они не подвергались облучению даже. И даже у пациента после прохождения лучевой терапии, вот, соответственно, мы избегаем таким образом всех последствий, которые возможны. Это крайне большие преимущества дают нам при выполнении реконструкции в нашей клинике молочной железы. А вот это вот непосредственное использование ДИП-лоскута после лучевой терапии. Вы видите, мы забираем лоскут из передней стенки абдоминальной полости. И здесь, вот, соответственно, вы видите третий хрящ, удаляем хрящ третьего ребра. Но здесь минимальная рубцовая ткань образуется, потому что три недели после лучевой терапии, вы помните по нашему протоколу, и если вы видите, что вот результаты у нас значительно больше симметричность достигнута после всей проведенного нами протокола, вы видели эту пациенту. и так интероперационные руководства для хирурга. Во-первых, модели молочной железы на МРТ. Кроме того, лампектомия, мастектомия выполняется интероперационно. Мы можем визуализировать и при использовании МРТ, соответственно, при выполнении резекции всех нюансов, мы используем вот эту технологию дооперационной КТ, выполняемой во время сегментирования. Мы фактически создаем внутри интероперационную модель, которая дает нам возможность использования этого лоскута. Вы можете заказать 3D-принтер за 700 в интернете долларов США, и вы можете легко моделировать вот эти моменты для ваших пациентов. В большинстве клиник уже 3D-принтеры хорошо используются, но у нас есть, они доступны. Давайте посмотрим, как мы проводили реконструкцию этой пациентки. 3D-моделирование. Мы собираемся делать, соответственно, медиальную симметрию и мастопексию. Вот здесь это использование диплоскута проводится, здесь демонстрируется моделирование. Я использую КАТ, я могу использовать интероперационно в области брюшной полости. Я вижу кровоснабжение и все, перфоранты я вижу прекрасно, я выполняю диссекцию, и таким образом я вижу все перфоранты, они прекрасно на моей модели выстраиваются одномоментно. Кроме того, диссекция САИВИ проводится, но я всегда провожу эту диссекцию. Здесь я демонстрирую вам модель, которая используется интероперационной. Здесь вы видите все перфоранты, доминирующие сосуды, все прекрасно визуализируется. Я могу соответственно все это сравнить с дооперационной ангиограммой. И здесь рецепентные сосуды, вы видите прекрасно анатомические структуры, визуализируются при реконструкции диплоскутом. И соответственно вы можете непосредственно помещать на ткани молочной железы, вы видите, как выполняется реконструкция сразу. Я хочу представить вам использование двойного лоскута дипу пациентов. Вот здесь экспандер, реконструкция, лучевая терапия и соответственно интрооперационная катая была выполнена. Я использовал модели интрооперационные. Кроме того, сравниваю с дооперационными вариантами. Вы видите вот это диплоскут. Мы поднимаем лоскут из стенки брюшной полости. таким здесь используем диплоскут и таким образом, когда мы используем двойной лоскут, у нас есть возможно один на другой помещать или при помощи складывания. Я, например, предпочитаю сложенный вариант, потому что я таким образом лучше мне осуществлять мониторинг, но когда вы используете двойной лоскут, вы используете суперчач или турбочач методика. Вы видите вот ножки. Вот здесь демонстрируется двойной лоскут дип, антиградно и ретроградно. И вот вы видите окончательный результат на столе, который достигается. И вот я соответственно все процедуры, которые были выполнены, вы видите. В заключение я хочу сказать то, что мы только в последние полгода начали. Это роботоассистированная реконструкция при помощи использования дип-лоскутов. И здесь вы видите на основании большого с одним или двумя сосудами дип-лоскутов используется система робота DaVinci. Мы используем эту систему интероперационно. Вот у этой пациентки лучше работает для пациенток с ожирением, у которых большое количество избыточной ткани, жировой ткани на передней стенке животы. Вот здесь вы видите перфоранты на абдоминальной стенке. Изолируем один или два доминирующих перфоранта. В этот момент я выполняю нечто подобное лапароскопической операции. Использую яглы, создаю пневмоперитониум. Кроме того, я использую лапароскопическую камеру, ввожу в трехпортовую систему, один захват... Три инструмента, трехпортовая система и камера в брюшную полость для непосредственной визуализации всех необходимых структур. Это очень легко и занимает 15-20 минут всего. Если вы опытный специалист, который выполняет лапароскопические операции, то научиться вот этому роботоассистированному подходу очень легко и быстро. лапароскопическую лапароскопическую систему для урологических, но для пластической хирургии нет. Но это блестящая система, которой могут пользоваться и пластические хирурги, и в больших крупных онкологических центрах. Вот здесь мы показываем, как мы используем соответственно для выполнения диссекции с использованием робота, когда поднимаются лоскуты и все делается интраабдоминально при непосредственном визуальном контроле это все выполняется. Это очень легко выполняется. Пятикратное увеличение, значительно лучшая визуализация, как вы видите, чем по сравнению с... не всегда можно положиться на собственное зрение. Кроме того, соответственно, сокращается дрожание сложности или такой нюанс, как дрожание рук хирурга. Таким образом, один-два сантиметра вы видите абдоминальных фасций, значительно меньшая степень выбухания стенки после этого. Вы видите, какой маленький размер. Мы, соответственно, морбидность значительно снижаем для передней стенки брюшной полости. И теперь я вот перескочу немножечко, это послеоперационная картина после роботоассистированного операции. Я хочу вам напоследок одну идею представить. В 1847 году Роберт Листон выполнил ампутацию за 25 секунд, оперируя так быстро, что он фактически еще палец своего ассистента тоже отхватил. Оба пациента и ассистент затем умерли от сепсиса, а наблюдатель умер от шока, что привело в конечном итоге к известной хирургической процедуре, которая была ассоциирована с летальным исходом 300-процентным. Но, тем не менее, так было когда-то, но, используя реконструкцию при помощи ДИП-Лоскута, безусловно, очень позитивно, используя специальные протоколы по ведению пациентов дооперационной, интраоперационной и послеоперационной, вы можете, конечно же, получать блестящие результаты. И в моей клинике мы этого добиваемся. Если вам нравится то, что нравится и мне, то вот в Риме 6 октября будет конференция. Мы будем как раз говорить об этих вопросах. Это первый всемирный конгресс по этой заболеванию. Мы пригласим всемирных экспертов со всего мира и мы будем изучать эти вопросы пластические хирурги, присоединяйтесь. Вот это мой электронный адрес. Вы можете мне написать. Я вам могу как свою презентацию прислать, так и соответственно вариант протокола, которым мы пользуемся. коллеги, если есть желание спросить. Большое спасибо. Один вопрос все-таки есть. вопрос. может без вас. Большое спасибо за прекрасную лекцию. Поздравляю вас с ее успехом. Скажите, пожалуйста, вы рутинно используете ЭКГ с инфракрасным светом? если да, то какая модель используется? И второй вопрос. Вы говорили об ошибках хирургов. Скажите, пожалуйста, есть ли место для иммунонутриции, иммунопитания в сфере реконструктивной хирургии молочной железы? Ну, конечно, спай-система применяется в нашем центре. Я ее рутинно применяю в своей практике. Я начал ее применять в первые два-три года своей практики. Она позволяет добиться хороших результатов при наличии или отсутствии перфузии лоскута. дает мне довольно хорошее понимание того, как будет себя вести лоскут. Я очень часто применяю эту методику и рекомендую ее своим стажерам. Очень часто использую ее в своей практике. И единственное исключение составляет картирование, визуализация лимфатических узлов. Разумеется, в этом последнем случае необходимо понимать, какие лимфатические узлы снабжают конечности. Второй ваш вопрос был связан с нудрицей, с питанием. Это очень важное соображение, но не для каждого пациента, потому что у некоторых пациентов довольно высокий индекс массы тела, некоторые пациенты страдают ожирением. Им, конечно, необходимо поддерживать белковое питание на довольно высоком уровне. Большинство из наших пациентов спокойно переносит эту процедуру. Скажите, пожалуйста, вы назначаете иммунонутрицию, иммунопитание пациентам с предоперационной химиотерапией. Предоперационная химиотерапия представляет собой стандарт лечения РМЖ. Если у пациентов происходит иммуносепрессия на фоне данного лечения, ну, конечно, нам необходимо изучать специализированную литературу для того, чтобы детально изучить вопрос, но нужно всегда учитывать, какой именно тип химиотерапии применяется. И по сравнению с тамоксифеном, тамоксифен дает, конечно, довольно незначительное количество осложнений, и поэтому здесь необходимо всегда учитывать, какие именно лекарственные препараты используются для химиотерапии. Субтитры создавал DimaTorzok